Мы с друзьями пошли на елку в Чижовке, на Чижовка-арену, и нас туда не пустили, потому что через 5 минут заканчивалось предприятие. Вот один из сотрудников ОМОНа, почему-то у него было плохое настроение, либо что-то в этом духе, он начал спорить с моей подругой. У них завязалась перебранка, в которую он ее оскорблял, за что она и начала звонить в милицию. То есть она ее оскорбляла, она набрала телефон милиции и сказала, я сейчас вызову милицию, и вы будете уже конкретно объяснять, почему вы при исполнении меня оскорбляете. И за это ее начали заталкивать в автобус. Я, естественно, побежала за ней и получила за это по руке, у меня был ушиб руки, дверью нанесен, и после этого мой парень подошел к сотруднику ОМОНа, который меня ударил, и спросил его фамилию, за что его тоже посадили в этот же автобус. Я, естественно, подбежала к двери, пыталась зайти туда же, говорила, что возьмите меня тоже, и в этот момент я получила удар дубинкой по голове, после которого я упала в обморок и проснулась уже в больнице скорой помощи с трясением мозга. Я, конечно, не видела, как он ко мне подходил, есть свидетели, есть несколько свидетелей конкретных, которые видели, которые знают, которые давали показания. Мы пришли, значит, говорить, что нас избили сотрудники ОМОН, а следователь сидит такая и говорит, а что вы туда пошли? Что, у головы нет на плечах, что вы туда поперлись? Вот таким вот, как бы, быдло-тоном разговаривала с нами. Следователей, во-первых, было пять за это время. И все они всячески пытались перекинуть мои документы друг дружке, после чего мне дали следователя, который был очень мил, улыбчив, рассказывал мне анекдоты, говорил, что все будут наказаны. И в итоге я получила письмо с ответом о том, что дело не будет возбуждено. Описано было в ответе таким образом. Вы утверждаете, что вас ударили дупинкой по голове сзади, а свидетель, который есть у нас, ну, независимый свидетель, то есть не тот свидетель, с которым я знакома, он говорит, что не видел, ударили вас спереди или сзади. Поэтому мы предполагаем, что вас ударили спереди, а сзади вы ударились уже головой об землю. Но так как вы подавали заявление, что вас ударили сзади, то это не считается. У вас написано в справке, что у вас была травмирована левая рука, а вы утверждаете, что правая. Ну, из-за того, что вы подавали заявление, что у вас травмировано правая, а у вас травмировано левая, ну, как бы, и все. значит ничего мы не будем делать у меня сейчас есть адвокат на данный момент с которым мы уже с мая месяца пытаемся посмотреть просто полистать документы дела следователь, который сейчас ведет конкретно мое дело мои документы у него он сказал, нет, я вас не пущу мой адвокат спрашивает, да почему нет и он такой, ну нет все, вы мне можете он говорит, вы можете мне написать написать объяснительную, почему нет нет вы не можете написать, нет так пустите нас тогда, нет прошел уже год с того дня когда все произошло и я никак не могу добиться каких-то результатов